Проект «100 идей для Беларуси» — это площадка не только для школьников и студентов, но и в том числе и для их педагогов. Это шанс не откладывать свои отличные идеи в долгий ящик, шанс сказать громко, ярко и быть услышанным, шанс сделать какое-то из направлений лучше и интереснее, а еще это возможность помочь тем, кто в этом нуждается. Так считают и девушки-преподаватели из 11-й средней школы, представившие свой проект. Дети будущего — интерактивные компьютерные игры как средства интеллектуального воспитания учащихся с особенностями развития. Суть нашего проекта в том, чтобы внедрить компьютерные игры, направленные на развитие и усвоение детьми с особенностями, программы обучения, а также развитие их индивидуальных особенностей. Я провожу диагностику, получается, о том, какие именно особенности у этих детей нуждаются в том, чтобы их корректировать при помощи этих игр. И потом по окончании, скажем так, курса введения этих игр в программу, я провожу диагностику о том, что же изменилось, чтобы видеть, насколько результативно это. Ну, мы как бы сошлись на том, что действительно уровень мотивации детей как бы повышается, учитывая то, что у этих детей с мотивацией к обучению большие проблемы. Эти игры действительно помогают им заинтересовываться как бы учебной программой, контактом с другими детьми, и мы видим результат в том числе и повышение уровня сплоченности. Я как учитель начальных классов, который работал в классе интеграции, столкнулась с такой проблемой, что на наших детей с особенностями нет практически никаких форм работы. Ни презентации, ни конспектов, ни планирования. Поэтому я как молодой учитель, молодой специалист, начала делать что-то свое, разрабатывать презентации, игры, которые нашим деткам будут интересны. У меня это получилось. Я сделала эти игры, дети могут работать дома с родителями, могут со мной на уроках, могут делать это самостоятельно. Заявки на участие в этом году подало много инициативных ребят. Прошли в городской этап только 10. Направления проектов у ребят совсем разные, но стоит отметить, что наиболее популярной стала социальная тема. Ребята агитировали быть уникальными и развивать свой стиль, боролись за экологию, предлагая экономичные пути вторичного потребления, переживали за бездомных животных и многие другие. Наш проект существует для того, чтобы помогать ребятам из деревень, для того, чтобы разнообразить их досуг и для того, чтобы помочь им заниматься не чем-то бесполезным в свободное время, а учиться и заниматься самообразованием. В малонаселенных пунктах, к сожалению, у подростков нет, наверное, правильного доступа к информации. Они не знают, как ее найти, как ее использовать, к сожалению, и им никто не объясняет. В то время как в городах существует множество различных организаций, дополнительных центров образования, и мы хотим внести для ребят из глубинок это разнообразие. Эти девушки из Брестского лидерского комьюнити представляют свои работы в проекте «Сто идей для Беларуси» не первый раз. О чем это говорит? О непрекращающемся потоке мыслей, идей и планов. Это в очередной раз подтверждает, что молодежи нужна своевременная поддержка со стороны компетентных специалистов, которую им как раз и обеспечивают представители БРСМ. Ребята со своими новыми идеями пришли к нам. На прошлой неделе мы для этих участников организовывали семинар-учебу. Специалисты в области социальной сферы просмотрели проекты ребят, помогли где-то что-то подкорректировать, чтобы сегодня у них уже получилось из городского этапа пойти на область. Спикерами у нас выступает профессионал уже своего дела, например, директор технопарка Дмитрий Макаруб, и примет счастье, потом педагог из университета Пушкина, который старший педагог в социальной сфере. То есть профессионалы, которые уже конкретно могут дать замечания, плюсы и минусы. Очень понравились идеи касательно развития в образовании. Некоторые молодые люди хотят возрождать заводы, придумывают интерактивные игры для детей с особенностями. Поэтому я как член жюри нашла в каждом проекте такой интерес и возможность дальнейшего продвижения этих проектов, дальнейшей реализации. У ребят, которые победят, в итоге есть все шансы быть действительно услышанными. Их направят, им помогут старшие руководители, ну а потом поиск инвесторов. И будем надеяться успешное воплощение идей в реальность. Дальше больше. Продолжение следует...